Дворим 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 вашего, который я вам сегодня дал, то получите благословение. Если уже откажетесь слушать и исполнять заповеди Господа Бога вашего, то получите проклятие. Живите, как я сегодня заповедую вам. И не следуйте другим богам, которых не знаете. Смотрите, в этой главе, что я увидел, что каждый человек, он имеет право на свой мидраж, комментарий, я увидел, что в этой главе поднимаются несколько тем интересных. Первое, что следовать нам за Богом решаем только мы сами. Бог не будет нас пинать, не будет нас тащить. Решать идти за Богом зависит в принципе в большинстве случаев от нас. Иногда может Господь вносить какие-то определенные коррективы, корректировки, изменения в нашей вхождении с Богом. Мы помним историю Равшауля, апостол Павел, когда дух не допустил его идти в город. Или помните кораблекрушение. Есть некоторые моменты, где, конечно же, Господь вносит свои какие-то корректировки. Ну, это в том случае, когда мы знаем, мы знаем, как правильно, и мы знаем, что вот так правильно, и мы должны идти. Конечно же, сделать выбор не всегда просто и легко, особенно если мы не знаем, как правильно поступить. но здесь Господь, Он уже сказал, объявил, что если ты пойдешь за мной, ты будешь иметь благословение. Уже какое-то определенное все-таки освящение того, что Бог сказал, как бы есть. И от нас зависит идти за Богом или нет. И вы знаете, здесь как бы может быть нарушает, ну, как бы, знаете, ставится, может быть, под сомнение, когда люди говорят, ну, все зависит от Бога. Вот если Господь захочет, я это сделаю, Господь не захочет, я именно говорю о тех вещах, которые ты знаешь, что это правильно и нужно так поступать. Вот. Но, вы знаете, понятно, что многое зависит от Бога. И что зависит от Бога, а что зависит от людей. Знаете, интересно, когда я как бы смотрел, мне понравилось очень интересное местописание истории, помните, о женщине, которая привели, да, то есть была увлеченная в прелюбодеянии, да, то есть, но, и ее привели кешуа, понятно, что они хотели соблазнить, ну, как бы хотели подставить Господа, да, то есть, искушая его, да, допустим. И они говорят, вот эта женщина, увлеченная в прелюбодеянии, и закон Маше, он говорит, что побить ее камнями, что ты скажешь, ну, то есть, закон, как бы, да, он говорит, что нужно сделать так и так, но интересно, что ты скажешь, да, и интересный момент, Ишова говорит, да, о том, что кто без греха, первый бросит в нее камень, и к чему я это говорю, знаете, вот в этом моменте я увидел именно, что зависит от Бога, а что зависит именно от людей. И наша жизнь в руках Господа, даже если мы находимся на грани жизни и смерти, и спасти эту жизнь от нас взагали вообще не зависит. Она зависит только, спасение зависит только от Господа. И он даже может изменить предписанный, да, ну, закон, для того, чтобы, ну, как бы спасти нашу жизнь, потому что на самом деле она была, ну, на грани, как ее могли побить камнями. И вот наша жизнь, она зависит, спасение нашей жизни зависит только от Господа, даже если, даже если мы и заслуживаем определенного там наказания, ну, или смерти. От нас это не зависит, только от Господа. И дальше, что зависит от нас, он отпустил ее и дальше сказал, да, иди и не греши. То есть, постарайся не грешить. Ну, как бы, если это слово, то иди, как бы, и не греши. это то, это то, что уже зависит от нас. И мы можем привести много историй, когда Господь, Он сохранял наши жизни, спасал нас. Знаете, я два раза засыпал за рулем, один раз стонул, и Господь спас меня, и я Ему весьма благодарен. Поэтому наша жизнь, вот, то, что зависит от Господа, это наша жизнь, ну, как бы, в большей, как бы, степени. Есть такое высказывание интересное, тут оно, оно говорит так, молись так, как будто все зависит от Бога, а делает так, как будто все зависит от себя. Второй момент, интересно, когда Бог дальше повел их, здесь поднимается тема истинного поклонения. Знаете, для того, чтобы действительно войти в новое истинное поклонение, нужно уничтожить все старое, ненужное и даже лживое. Я хочу прочитать второе законие, эта книга дальше, как бы, продолжение. И тут написано, вот законы и предписания, которые вы должны соблюдать на вашей новой земле. Соблюдайте их неукоснительно, сколько будете жить на ней. Бог ваших предков отдает вам эту землю и вы отберете ее у тех народов, которые там живут сейчас. Уничтожьте все места, где эти народы поклоняются своим богам, высоко на горах, на холмах и под зелеными деревьями. Разрушьте их алтари, разбейте на куски их памятные камни, сожгите столбы ашеры и разрубите статуи их богов. Не так должны вы поклоняться Господу Богу вашему. Господь, Бог ваш, изберет для себя место среди каждого вашего колена, там он поместит имя свое и дом свой, куда вы должны приходить для поклонения. Понятно, что это он говорит, да, как бы тем народам, которые там жили, как бы язычникам, но я скажу, что и в нашей жизни бывают моменты какие-то старые, какие-то, может быть, нам навязали или мы сами себе как бы там, ну, нарисовали, да, и это не позволяет нам войти, ну, именно в новое, то поклонение, которое, ну, которое Господь хочет. И эти взаимоотношения, они выстраиваются, интересно, что Господь говорит о своем имени, вот именно настоящее взаимоотношение и поклонение Богу, они выстраиваются на Его имени, не на моем, не, потому что мое имя говорит о моей славе, о моих каких-то достижениях, вот, но Его имя, там, где я не могу упомянуть свою славу, на Его имени, на Его слове, и на том месте написано, где Господь, ну, избирает, это очень важный момент. И Его имя, оно должно быть главной прерогативой и на том месте, где Господь определил, а это место, это наше, наше сердце. И это очень, как бы, важный момент. И в завершении, интересно здесь, кстати, это Тора, есть у него такие сноски на которые говорят о Рохе Кодыш. Это Иоанна. Кстати, там есть книги Невими, да, то есть пророки, и также в Брит Хадыша в Новом Завете. Вот, и я хочу зачитать Иоанна. Какое-то вообще имеет, ну, как бы, соотношение, потому что, ну, это вот тоже очень важно. Итак, седьмая глава книги Иоанна. И вот в последний день праздника, я читаю из еврейского перевода, Гошана Раба, то есть это последний день Суккота, Ишуа встал и провозгласил, всякий жаждущий пусть приходит ко мне и пьет. И у всякого, кто поверит в меня, как говорит Танах, реки живой воды потекут из глубины Его естества. Дух Святой, Он является нашим проводником и нашим путеводителем на том пути, на котором мы идем. Он является нашим источником, ну, нашего вдохновения. Без Его вдохновения, без Его силы мы не сможем идти за Богом. И как написано, что всякий верующий и жаждущий будет иметь реку воды живой. Это то состояние, которое всегда меня влечет что-то делать для Бога. И не нужно заставлять меня исполнять Его Слово или заставлять приходить на служение или заставлять служить Господу. Я это делаю, потому что я хочу это делать. Мне это нравится. Это меня вдохновляет. Когда спрашивают, почему, ну, я думаю, что каждого из вас, почему мы служим Богу, почему вы делаете это, потому что это меня вдохновляет. Это дает мне силы, это дает мне это выражение моей благодарности того, что сделал Господь. И интересно, что написано, что всякий, кто верит, да, изнутри, как бы, да, потекут реки воды жизни. И очень важно, Господь дал, да, каждому из нас дары. Мы не должны пренебрегать, мы должны сильно ревновать о тех дарах, которые Бог дал. Тот же дар говорения, да, языками, это мне во многих случаях всегда помогает, когда мне тяжело и сложно. Поэтому пусть Господь вас благословит, друзья мои, следовать за Богом, наполняться Духом Святым и в силе Духа делать то, что Господь сказал нам делать и призвал нас во имя Ишов. Аминь. В Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok